доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии в пятницу 22 ноября меня зовут наконечный александр и завершающую торговой сессии текущей недели мы с вами проведем вместе из наиболее важных событий в экономическом календаре на сегодня это по германии которая на текущий момент времени выходит без либо изменений и ожиданий соответственно ждем что годовой ввп германии снижается квартальная остается на прежнем уровне 830 по времени джеймси мы будем следить за выступлением председателя и cb кристин лагард а также у нас в 1445 выходит блок статистики из америки это индекс деловой активности производственном секторе и секторе услуг в 1330 есть блок статистики из канады поэтому также будем следить за тем как будет реагировать канадский доллар ну и соответственно по классике у нас торговая сессия в пятницу завершает число активных боровых установок от байкер хьюз на текущий момент времени мы показывать новости не следим по той причине что важного влияния на курс нефти данная новость в ближайшей перспективе пока не будет оказывать индекс доллара на текущий момент времени торгуется выше отметки 107 мы с вами прогнозировали что цена будет приближаться пробивать это значение сейчас задача закрепиться и уйти выше наша цель на текущий момент времени это дальнейший рост с целями 108 109 и даже 110 но первично будем ждать роста до отметки 108 рынок очень давно не был на этих значениях до последний раз она подходила к этому значению еще в октябре 2023 года что же индекс доллара переходит восходящую тенденцию на соответственно ждем новых максимумов и будем ждать уже в рамках следующей неделе роста до отметки 108 золото у нас на текущий момент времени котируется на отметке 2690 долларов у нас были прогнозы на то что есть вероятность что цена будет отбиваться то от отметки 2680 мы с вами обсуждали это в начале текущей недели но соответственно данный сценарий мы сейчас не рассматриваем краткосрочные лонговые позиции которые мы рассматривали в рамках текущей неделе продал на текущем времени также остаются актуальными здесь есть вероятность дальнейшего роста на с целями 2700 и вероятно выше коррекцию по золоту и дальнейшее снижение мы пока с вами не будем рассматривать по той причине что все-таки восходящий тренд восходящей тенденции быки по золоту остаются сильнее чем продавцы если мы с вами посмотрим на месячный график то что мы здесь видим здесь в первую очередь стоит отметить что цена действительно доходила до очень низкого значения 2538 но на текущий момент времени фактически более 70 процентов всего это падение цена отыграла и есть вероятность того что текущий месяц может закрыться позитивно это будет говорить о том что восходящая тенденция по золото восходящий тренд он может возобновиться вот за недельная графика выглядит таким вот образом сегодня напомню пятница если пятница закрывается вот на значениях 2690 2670 мы видим здесь фактические паттерна поглощения на недельном таймфрейме и соответственно следующей неделе мы также будем ждать восходящем тренде до с целями уже тестирование предыдущих максимумов поэтому по золоту мы возвращаемся к концу недели возвращаемся к пятнице приходим к тому мнению что восходящая тенденция она все-таки оказалась сильнее и текущее движение вниз несмотря на то что были сломлены все локальные восходящие тренды восходящие движения будет продолжаться что касается валютной пары евро доллар как на сами всю неделю прогнозировали цена ушла ниже отметки 105 текущее значение 104 с 70 и фактически мы ждем что текущая тенденция будет продолжаться на текущий момент времени нет пока признаков того что цена будет корректироваться здесь есть даже больше ожидания того что цена очень быстро может прийти к отметке 104 закрепиться ниже отметки 104 поэтому по валютной паре евро доллар на текущий момент времени какого-либо позитивного сценария наблюдать не приходится валютная пара фунт доллар на сегодня на открытии сегодняшней сессии с отметки 1.26 сходила на 1.2550 то есть только на открытии рынка это у нас даже не на не европейская сессия цена уже преодолела 50 пунктов движения цены и соответственно есть вероятность того что это только начало если мы с вами опять-таки посмотрим недельный график видно что нисходящая тенденция она сейчас не останавливается здесь видно только усиление тренда поэтому ждем сценария дальнейшего развития более сильного нисходящего тренда с целями уже ниже отметки 1.25 следующая цель это отметка 1.2350 давайте посмотрим за нефтью марки бренд здесь у нас в рамках текущей недели особо сильной волатильности нет цена очень медленно развивается по тому сценарию который мы с вами наделали в самом начале текущей недели дождем что еще какое-то время цена имеет возможно вырастет до отметки 75 и соответственно дальше будет развиваться в этом боковом тренде с закреплением ниже отметки 71 ниже отметки 70 долларов давайте мы посмотрим за тем что происходит с валютной парой доллар и японская иена на текущий момент времени доллар и японская иена продолжает находиться в локальном восходящем тренде я бы даже не сказал что локальные это ситуация очень похоже с тем что происходит на золоте да соответственно нас было сильное падение сильнейшая распродажа и более 50 процентов текущего падения цена уже отыграла есть соответственно сейчас торгуется на отметке 154 и 8 недельный таймфрейм у нас достаточно низко волатильный на текущий момент времени мы видим что сантимент по валютной паре доллар и японская иена сейчас нейтральный 50 процентов покупает 50 процентов продают что касается месячного таймфрейма здесь для трейдеров которые хотели войти в лонговые позиции потенциал роста если даже его рассматривать он остается достаточно небольшим да здесь тяжело выставлять стоп-лосс потому что цена торгуется сейчас уже выше середины текущего канала поэтому ситуация связанная с доллар японской иена сейчас не для того чтобы покупать и продавать на текущий момент времени также рано мы продолжаем наблюдать за ситуации связанные с японской экономикой и на текущий момент времени мы продолжаем пока краткосрочно рассматривать торговлю в рамках вот текущего восходящего тренда с целями 155 156 соответственно только для работы внутри дня без позиционных сделок на сегодняшний день это были все наиболее актуальные события ну и конечно же давайте напоследок разберем что у нас происходит с биткоин с биткоином bitcoin максимально близко приблизился к отметке 100000 на текущий момент времени максимальное значение было девяносто девять тысяч четыреста девяносто девять тысяч триста девяносто восемь долларов на по цене бит цена очень близко к отметке 100000 мы знаем что как правило максимумы биткоин обновляет выходные в субботу и воскресенье поэтому жм и трейдер иметь ввиду что пятница заканчивается торговля валютными парами металлами останавливается но криптовалюта в субботу и воскресенье продолжает активно работать и есть шансы что именно на этих выходных биткоин обновить свой исторический максимум и будет торговаться выше отметки 100000 что что были все наиболее наиболее актуальные события на сегодняшний день уважаемые трейдеры всем удачной торговли всего самого наилучшего